Ваши любимые ножницы затупились, а выкидывать их просто не поднимается рука? Сегодня мы с вами наточим обычные канцелярские домашние ножницы в домашних условиях прямо на кухне. Здравствуйте, дорогие друзья! На канале Двойная Порция. Я покажу, как это сделать легко и быстро. И покажу пару секретов, которые вернут в жизни даже самые тупые ножницы. Погнали! Было много споров, кстати говоря, по поводу данного камня. Камни я, еще раз повторюсь, заказывал на Яндекс.Маркете. Ссылочки все в описании и в закрепленном комментарии. Кому интересно, переходим, смотрим. Да, все-таки докопался я до истины. Эти камни, хоть и написано, что замачивать не нужно. Во второй инструкции нужно просто полить водой. А в самой главной, так сказать, заводской инструкции написано, нужно их замочить минимум на 15 минут, пока не перестанут выделяться мини-мини пузырьки, как газировки. Ставим тысячный камень и начинаем их точить. Сначала мы пройдемся на тысячники. Особо сильно ничего делать не нужно. Особо сильно точить данные ножницы не надо. То есть мы с вами вот так вот хоп, 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 легонечко, легонечко выбираем угол. Вот таким вот образом. Все. Правим вот эту вот кромку. Для того, чтобы нам видеть, где мы с вами точим кромку, давайте закрасим. Потому что так будет гораздо понятнее и виднее и нам, и вам, как все это точить. То есть накрасили. Все. Ставим. И поехали. Вот так вот выставили угол. И смотрим. То есть мы с вами берем вот здесь краешек, но совсем-совсем не берем вот эту вот часть. Соответственно, еще раз все подкрашиваем. Все. И начинаем затачивать. Вот так вот проходим от начала до конца. Оп, оп, оп. Все. Смотрим. Смотрите. Всю кромочку мы с вами берем. Соответственно, тем самым проходим от начала до конца еще раз. Так, хоп. Кромочку подправили. Теперь обратную сторону. То же самое. Аккуратно. Не торопясь. Вот так вот выставляем. С этой стороны кромочку поправили. Это мы делаем на тысячники. Теперь на шеститысячники. Переворачиваем. И то же самое. То же самое. Немножко сполоснем вот так вот водой. Немножко добавим здесь воды. Все. И то же самое на шеститысячники. Оп. 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 Идеальная кромка. Соответственно, эту самую кромку тоже так же. Раз. Два. Все. Кромочку сделали. Теперь один раз вот так. Оп. И вот так вот. Оп. 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 Прям по заточной кромке. Оп. Оп. Все. Все. Наши ножницы, я уверен, готовы к работе. Все. Сполоснем. Протрем от лишней влаги. Обязательно. Никакой влаги не должно быть. Все. Здесь тоже все уберем. Капнем одну капельку синтетического масла. Здесь. И одну капельку вот здесь. Все. Ножницы очень-очень хорошо двигаются. Кто говорил, что замучаясь отмывать растительное масло с помощью антижира, отмылось моментально просто. Следом, как опытные мастера, тестируем на салофане. То есть говорят, что надо тонкий-тонкий салофан прорезать. Если ножницы прорежут тонкий-тонкий салофан, то типа это верх остроты. У многих заточников видел данный тест. Соответственно, берем одинарный салофан. Вот так вот тоненький-тоненький пакет. И, соответственно, мы с вами все это как бы режем. Никаких проблем тут у нас не возникает. Все видели, я надеюсь. Надеюсь. И последний тест, который мы хотели бы вам показать, это тест на ткани, как вы и просили. То есть, кто-то говорил, что эти ножницы ткани резать совершенно не будут. Вот, посмотрите. Как хотите, так они и режут. То есть, все зависит от того, с какими руками вы подойдете к методу заточки ножниц и вашего инструмента. Если руки из жопы, как говорится, то и ничего не получится. Если есть какое-то хотя бы малейшее понимание, как точить инструмент, то не точить вы сможете что угодно. Так, как вы можете сделать? Так.